Добрый вечер! С вами канал СТС, ток-шоу «Чёрно-белое». Имидж – тема нашей сегодняшней программы. Нас часто встречают по одёжке и по ней же провожают. Правильно ли это? Наши гости. Наташа Королёва. Группа «Виагра». Первый вопрос ко всем. Что такое ваш сценический имидж и как он соответствует вашей сути? То есть такие ли вы в жизни, как на сцене? Наташа. Ну, наверное, он как-то присутствует в моей жизни, этот имидж. Но я бы сказала, что, скорее всего, это не имидж, а какие-то образы, которые дают песни. Потому что для артиста главный репертуар, самое главное, а потом всё остальное – это уже второстепенно. И эти песни, которые поёт артист, они создают своеобразные образы. А имидж – это уже такое более модное слово, которое придумали стилисты, которые, в принципе, над этим имиджем, наверное, работают. А вот как бы всё, что я могла по этому поводу сказать. Ну, посмотрим, может, ты что-нибудь вспомнишь девушке? Как бы изначально, безусловно, имидж подбирается под внешний вид наш. То есть когда, например, устраивали кастинг, набирали девушек, наши продюсеры уже видели, какими должны быть девушки и каким должен быть тот же, скажем так, имидж. То есть они должны быть, безусловно, красивые, собственно, как и подобрали. И, безусловно, во-вторых, они должны быть сексуальны, они должны, скажем так, быть дивами. А сексуальность – это обязательная, составная? Сексуальность – это какое-то, знаете, внутреннее что-то. То есть если ты, конечно же, чувствуешь себя и как-то внешне это всё показываешь, главное, чтобы это не переходило границ, чтобы это не переходило какую-то вульгарность, в первую очередь. А сексуальность, я считаю, что для женщины, тем более, которая на виду, которая в шоу-бизнесе, которая поёт красивые песни, должна быть сексуальна. Да, что немаловажно, конечно же, для женского проекта. То есть если мы говорим о Виагре или даже о любой исполнительнице, то, наверное, всё-таки мужчины, смотря даже, как и все зрители, наверное, когда они смотрят на сцену, они видят артиста и, наверное, хотят в чём-то быть похожим на него. Может быть, иметь такую же фигуру, иметь, может быть, такой же голос, кто что там находит. И, наверное, всё-таки вот тот имидж, который мы несём со сцены, несём, наверное, более в видеоклипах, наверное, он соответствует нашему. То есть, можно так сказать. Ну, конечно, в большей или меньшей мере. Да, безусловно, имидж наш сценический и наша жизненная позиция, она слишком не отличается. Поэтому невозможно сказать, что мы в жизни девочки-серые мышки, а на сцене мы яркие, красивые дивы, действительно. А единственное, что мы должны, как бы, подавать правильно этот имидж, чтобы нас понимали и, действительно, чтобы он не выглядел ни вульгарно, ни как-то грубо. То есть, правильно ли я вас понял, что ваша вот эта сексуальность сценическая, да, довольно агрессивная, судя по вашим клипам, это дело рук ваших продюсеров. То есть... Ну, почему агрессивно? Она... Вы, наверное, по одному клипу лишь судите Good Morning Papa, где присутствует кое... Да у вас во всех клипах всё присутствует. Да, у вас во всех клипах всё присутствует. Да, у нас есть, конечно, такой элемент ценности. Не во всех клипах у нас агрессивность, ну что вы. Это женская нежность, очаровательность, но, тем не менее, может, с какими-то тончайшими намёками, но, тем не менее, это не ярко выражено. Вы знаете, наверное, всё-таки те клипы, которые мы снимаем, они оставляют почву для фантазий, прежде всего, потому что, например, никто... До этого, наверное, много людей снимало там овощи и фрукты, то есть, но никто не додумался там произвести какой-то параллель, я думаю, что при умелом ходе режиссёрской мысли, или, например... Параллель между чем? Между... Между капустой и... Да, ну, например, в последнем нашем видео, если вы видели, мы там со связанными руками, и мы поём о том, что любовь иногда связывает руки, она иногда закрывает глаза, иногда ты не можешь говорить, когда любишь то, что тебе нравится. То есть, а люди же, они что хотят, то понимают, поэтому, как бы... Да, действительно, можно показывать одно, а у каждого человека фантазия развита по-своему, и каждый человек может понимать совершенно разное, да, воспринимать совершенно по-разному. Как это все, да. Можно людей провоцировать, что, собственно говоря, большинство... Нет, провокаций особо и нет. Наташа, что с сексом в твоём образе сценическом? Как дела обстоят? Я не знаю, я специально ничего никогда не делаю, просто, ну, как воспринимают, кто меня воспринимает, может, чересчур сексуальная, кто-то вульгарная, кто-то, может быть, очень скромной. Это всё зависит от публики, но не от меня. Я такая, какая я есть. Спасибо. Вот смотри, ты взрослела на глазах у всех, да, у всех юных? Даже когда ты была беременна, это обсуждалось всеми так публично и довольно активно. Ты действительно такая открытая к людям или всё-таки какая-то другая в жизни? К людям? Действительно такая вот хорошая девочка. Я открытая. Но, как бы, к прессе и к людям, которые пишут многое не то, что хотелось бы, я, скорее всего, совсем не открытая и очень трудно со мной договориться о встрече, об интервью, потому что, ну, как-то, ну, не получается у меня общение с этими людьми. Ну, что тебя в прессе раздражает? Мне кажется, чем больше об артисте пишут, я могу быть неправ, тем артистам, по идее, должно быть лучше. Может быть. Отчасти. Ну, бывают такие периоды в жизни, когда хочется, чтобы тебе не писали. И потом ещё есть близкие люди, которые реагируют на то, что пишут, и, как бы, не совсем так, как хотелось бы. Они чересчур расстраиваются, они, ну, ещё, как бы, не адаптированы. А бывает так, что пишут то, что не соответствует твою имиджу, который, там, тщательно выстраивается тобой, продюсером, я не знаю, кем у тебя есть продюсер. Нет, у меня продюсера нет. Бывает так, что пишут просто того, чего вообще не существует. Ну, например. У меня ничего не выстраивается. Но того, чего нет вообще в личной жизни, того, чего всё придумывается. Нет того, чего нет на самом деле. Ну, ты можешь какой-то пример привести конкретный? Ну, много было, просто сейчас, как бы, всё не упомнить. Дело в том, что... Что-нибудь одно. Ну, бывает, как бы, какое-то интервью, которое я совершенно не давала. Что касается, там, моей беременности, родов и отцов разнообразных, это дошло уже до всего, до абсурда. Просто таких людей мне приписывали, что просто даже неудобно. Ну. А как у вас с прессой отношения складываются, девушки? У вас же тоже какие-то перемены в составе постоянно? И происходит. У нас нормально, потому что мы, наверное, относимся к тем артистам, которые, прежде всего, пытаются доказывать свою состоятельность делом, а не пустыми словами. Поэтому я думаю, что каждый к этому настоящий артист, он стремится. И мы снимаем видео, мы записываем песни, мы гастролируем. Выпускать какие-то о себе, ну, ложную информацию, чтобы как-то под вы... Знаете, люди сами всё пишут. Поэтому, как бы, с прессом у нас отношения хорошие. Скажем так, что и мы уважаем людей, которые пишут достойно, и люди уважают нас за то, что мы отвечаем им достойно. А с людьми, которые, как бы, мы просто пытаемся не общаться и всё. Спасибо. Наташа, а что ты делаешь для себя сама? Я имею в виду, как бы, опять же, возвращаясь к сцене, да, к имиджу-сценическому. А что для тебя делают стилисты? Вообще, какую роль стилиста играет в твоей жизни творческой? Ну, вообще, очень важную. Дело в том, что я работаю с, наверное, самым известным в нашей стране. Это Сашей Шевчуком. И последние, да, не только последние... Ты точно самая известная. Да. Не то, что последние, а многие самые, может быть, удачные мои ролики были сделаны с ним. И те образы, которые он придумывает, ну, это у него талант. Потому что ты приходишь, ты как белый лист. А он начинает ваять, и получается, или девочка с маленькой стороны, такая с хвостиками, или какая-нибудь такая вся из себя продвинутая блондинка. Поэтому очень важно, чтобы, конечно, был стилист опытный, чтобы у него была фантазия, чтобы он не повторялся. Ну, вот мне повезло. То есть ты считаешь, что стилист артисту необходим? Ну, думаю, особенно, что касается видео, то, конечно. Только видео? Можно, конечно, пользоваться его услугами в повседневной жизни. Но я думаю, что если у женщины есть ощущение стиля, то, конечно, можно задавать какие-то вопросы. Но каждый день не стоит. Я вот хочу, Надю, спросить. У вас тоже есть стилисты? Или кто-кто-кто? Конечно же, у нас есть стилисты. Как же безумие? А если ты хочешь, вот не хочу я одевать черный комбинезон кожаный, хочу одевать желтый. Ты знаешь, дело в том, что мы можем носить какие-то коррективы, естественно, в костюмы, которые шьются. Но я вам скажу, что не было еще такого, когда мы были просто недовольны тем, что нам шили. Те, что хотели, как бы, видели нас вот в таком образе, значит, вот, а мы отказывались. Такого не было. Ну, если мы вдруг решили отказаться, если вам не понравилось, то есть могли бы вы это сделать? Ну, если такое будет, то мы, безусловно, откажемся. Спасибо. Наташа, я знаю, что ты себе сама шьешь костюмы. Нет, сама я не шью. Не шьешь, ничего придумываешь. Я не такая рукодельница. Я не сижу такая снизу. Но придумываю кое-что, да. А борщ ты варить умеешь? Умею. Угощаю, приходи. Спасибо за приглашение. И все-таки ты сама придумываешь себе костюмы? Не все я придумываю. Я что-то придумываю, потому что рождается идея, когда слышишь песню, представляешь, как она будет выглядеть на сцене. Соответственно, рождаются какие-то небольшие образы. Я придумываю что-то для себя, что-то для балетной группы. А, конечно, воплощают в жизни профессионалы, потому что все должны делать профессионалы. Это модельеры с именем, менее известные. Но как бы шьют и уже доделывают. Все мои придумки доводят до ума они. Наташа, ты говоришь, люблю эпатаж, но в легкой форме. Что ты имеешь в виду? Ну, дело в том, что когда появилась песня «Подсолнухи», в принципе, по сути, ничего там не происходит. Песня о любви, о несчастной, как всегда. А когда снимался ролик, решили, что, ну, а почему бы подсолнухи не ассоциировать с женской грудью? Ведь что-то такое есть. Ну, если бы качан капусты какой-нибудь. Не, ну, качан капусты это уже некрасиво. А подсолнух, как бы, вроде бы ничего. Черт вспоминает. Вы, по-моему, очень сильно любите. Часто вспоминаете. Видимо. Качан капусты, качан капусты. Вот был такой, как бы, легкий эпатаж, мне это кажется. Не, ну, знаешь, первым пошляком был тот, кто назвал женщину розой. Есть такая фраза. А была песня «Палочка-выручалочка» еще такая, которую тоже ассоциировали с таким каким-то... Вот, кстати, да. Вот насчет «Палочки-выручалочки». То есть ты как бы, когда ты пела эту песню, ты конкретно эпатировала, имея в виду... Ну, там смысл заложен-то конкретный в этой песне. То есть «Палочка-выручалочка» или некий фаллический символ в твоей песне, я так понимаю? Не то что... Я же написала песню. Я ее только исполнила. Ну, ты же исполнила, а это уже ответственность. Безусловно. Но в ней было заложено именно это. В ней не заложена была волшебная палочка у феи. Но многие люди, может быть, не испорченные... То есть я пришел автор песни и говорит, я написал песню, вот... И сразу открытым текстом тебе рассказал, что он имел в виду? Нет, он не рассказывал открытым текстом. А что он тебе сказал? Он спел песню. Я сначала восприняла ее, так как еще к тому моменту была, может, не совсем испорченным человеком, все-таки как какую-то волшебную палочку. Выручалочку. А потом, через время, я как бы... Когда я ее уже спела, когда мы записали, когда начались рождаться какие-то образы и какой-то номер сценический, я тогда меня осенила. Думаю, елки-палки, а ведь это не то, о чем я думала. Это гораздо серьезнее. Но дело было сделано, поэтому... Ну, что делать? Было поздно. Было поздно. Но в легкой форме эпатаж, в принципе, как бы никому не повредит. Ну, а как без него? Ну, в принципе, да, действительно, никак. Так, у вас, я так понимаю, что с этим гораздо все проще. То есть вы отходите без символики, у вас все открытым текстом происходит. А что у нас происходит с открытым текстом? Например? Вот хотя бы в том клипе про папу. Так, про папу. Ну. Ну, и там, по-моему, все очень конкретно. Вы хотите нас назвать какими-то феминистками, которые называют времена? Да, я феминистка. Нет. Вы знаете, на самом деле песня про папу... На самом деле это не так. Это отношения отца и ребенка. Вот насколько они сложны бывают. К сожалению, да, многие из нас... И я выросла без отца, и Надя. Ну, как бы мы не имели возможности... Как бы у нас была сложная ситуация в семье. И как раз песня поется о том, что... Папа в нашей песне только в паузы. Это ты добрый гений чистого листа. Ты деньги, что я раньше не потратила. И больше не потрачу никогда. Там же есть еще и видеоряд. Но видеоряд не сильно, как бы, отличается. Не сильно говорит о том, что действительно это... Девушки, которые ненавидят мужчин или что-то тому подобное. На самом деле это совершенно другое. То есть вы к мужчинам хорошо относитесь? Конечно. Мы их безумно любим. Как же мы. Как же мы работаем, обожаем. Реклама на канале стоит. 9 мая. С вами ток-шоу «Черно-белый» и канал СТС. Я бы хотел попросить присутствующих же журналистов задать вопросы нашим гостям. Николай Фандеев. Вопрос я хочу задать группе «Виагра», которая любит прессу, как мы только что выяснили. Девушки, вот в силу того, что ваш имидж – это такая гиперсексуальность, не ощущаете ли вы, что к вам относятся в первую очередь не как к артисткам, а как к мобильному публичному дому? Ну, вы знаете, наверное, ваше мнение на 18-м. А почему мобильному? Почему вы так думаете? Передвижному. Передвижному. Почему передвижному? Ну, наверное... Таким образом мы выражаем вот этот публичный дом. Как мы это выражаем? Вы знаете, вы видели, как это происходит вообще? Да, вот я летом на Витебске видел ваше выступление. И что там было? Коль, ты мог бы... Там было все нормально, но вопрос тогда, может быть, я переформулирую. Вот часто ли... Коля, а ты когда-нибудь... Коль, можно тебе вопрос? Давай, пожалуйста, прошу. Ты когда-нибудь в публичном доме был, скажи? Я бываю там регулярно. Да, очень правильно. Регулярно бываю. Да, видно. Все-таки, девчонки, вот часто ли вам богатые дяди делают такие вот характерные предложения, суммы называют? Есть такое? После концерта? Да, знаете, никогда. То есть я нам на своем веку, в котором работаю в этой группе, никогда не поступила ни одного ко мне предложения. По той причине, что прежде всего к нам никто не может подойти, потому что у нас охрана. Это во-первых. Во-вторых, может быть, какие-то желания возникают, но прежде всего у нас есть репутация. Мы занимаемся другим делом. Мы пришли на сцену не для того, чтобы, не знаю, показать, какие мы там красивые, там еще что-то. У нас есть замечательная музыка. Мы гордимся этим. Мы гордимся, что поем замечательные тексты, что действительно снимаемся в красивых там видео, что, может быть, наши песни как-то помогают там молодежи. Возможно. Наши поклонники это не только мужчины. Грязные, с большим количеством денег. У нас любят дети. Нас любят пятилетние дети, шестилетние дети. Нас, не знаю, может быть... Родские, женщины. У нас есть женщины. Но вообще, я думаю, что среди мужчин с большим количеством денег есть и чистые мужчины. Да, грязные. Вы знаете, а вот про предложение... Чистые мужчины не делают грязные предложения. К счастью, мы изолированы от этого всего. Мы, наверное, единственные... Ну, как бы... Нет, я не буду говорить, конечно, так смело. Но мы, наверное, та группа, которая пришла на сцену, я могу ответить за себя, за Надю, за Веру, через чисто пришла на сцену. Слава Богу, в моей жизни не было ничего грязного. Я очень счастлива, что работаю с такими людьми, с такими продюсерами. Которые пропустили всю грязь, она осталась там, где-то позади. И я только пою, я дарю там свой голос, свои души людям. Да, собственно, которые не допускают того, чтобы мы каким-то образом, выходя на большую сцену, или чтобы ротировались клипы, да, что угодно. Проходили через... Это все грязная, это синий шанс. Через эту грязь, да, безусловно. И очень, очень благодарны этим людям. Они даже не поступают. Мы не знаем. Если поступят, мы вам обязательно сообщим. Да, если поступают, нас ограждают от этого. То есть ваши продюсеры вас оберегают? Оберегают. Да, оберегают полностью, да. Вопрос к Наташу Королевой. Наташа, как вы сейчас оцениваете тот ажиотаж, ну, по прошествии некоторого времени, тот ажиотаж, который поднялся вокруг истории с вашей беременностью, выяснениями, кто отец? С моей точки зрения, ваша позиция, собственно, и спровоцировала во многом вот эти вот вал предположений, одно другого нелепия. Почему нельзя было просто сказать, отец такой-то, отстаньте, дайте мне спокойно выполнить свою функцию на земле такую важную? Знаете, в чем дело, когда я сказала, об этом знали, кто отец, потому что мы жили вместе, и для этого, как бы, ни для кого не было секретом. Даже когда одно издание напечатало уже после родов, выход из роддома, естественно, отца, ребенка, и все, все равно это продолжалось, и все равно, как бы, пресса писала то, чего нет на самом деле. Вот это для меня был просто, ну, как бы, нонсенс. Ведь уже, как бы, все было понятно, уже все было рассказано мной. Дело в том, что на прямые вопросы не было дано прямых ответов. Были прямые ответы, и поверьте мне, ну, я не знаю, видимо, вы не читаете там своих коллег, и не знаете, что они пишут. Значит, каждый пишет, не знаю, ставится, может, задача редакторам, вот, написать, там, Королевы, это на повестке дня сейчас стоит. И пишется все, что угодно. Не собирается никакая там информация, где, может быть, что. В принципе, если бы кто-то захотел из журналиста, вот, реально, как бы, выяснить ситуацию, ее было, можно было выяснить, ну, ну, вот так, элементарно. А что касается, вот, всего этого ажиотажа, и что оно мне дало, мне, как артистке, ничего. Как бы, денег мне не прибавило. Как бы, главного эффекта вот эта ситуация не будет. Дело в том, что, как бы, ну, вот, немножко неправильное отношение. Артистка делает, прежде всего, это ее или его песни, репертуар. Если нет репертуара, ну, упишись, как бы, все, что происходит в личной жизни, это не, это капля в море. И мне ничего это не дало, потому что, во-первых, я находилась декретом в отпуске, я сидела с ребенком, я не гастролировала. Как бы, что я от этого получила? Только слезы моих родных, мам, там, бабушек, и уговаривание, что это не так, что это все, там, пишут, врут. И нервотрепку во время такого периода, когда лучше не нервничать. Делали бы официальное заявление, там? Ну, официально куда? Я должна была прийти в Этартас и сделать официальное заявление. Делаю. Зачем вы Этартас? Можно прийти в Интермедиа, они бы все сделали за тебя. Ну, я еще раз повторяю, что поверьте мне, что люди, которые... Короче, тема посвящена ими же, а не мне, а не моей личной жизни. У меня такой вопрос. Фотографы часто утверждают, что для того, чтобы модель в откровенном виде хорошо смотрелась, она должна при этом испытывать возбуждение. Есть ли такой же момент при работе на сцене? Для того, чтобы завести зал, надо испытывать некоторый завод самой. И какого рода завод? Конечно же, ты выходишь и ты, ну, я не знаю, ты тонко чувствуешь публику, которая в зале. То есть настроена ли она позитивно? Я ощущаю, кто как пришел, ну, то есть какими мыслями, как... Ну, как ты пытаешься, может быть, ты надумываешь себе это прежде всего. И когда вот ты чувствуешь этот посыл, что он к тебе возвращается, тогда, конечно же, ты испытываешь и ощущение, и возбуждение. И, наверное, ну, может быть, это может быть не как по-женски больше, а больше, как, наверное, такое артистическое, знаете, возбуждение. Ты подъем, и после этого ты заходишь в гримерку, и все. Ты готов просто сделать все подвиги на свете, ты готов свершить. И, наверное... Я еще готова отработать несколько концертов отряд. Да. Да, действительно, настроение все это зависит и от публики. То есть когда публика ждет тебя, когда она хочет, и ты это чувствуешь, ты выходишь и просто выкладываешься на полную. Ты видишь, как люди смотрят на тебя, как им нравится то, что ты делаешь, потому что они приходят посмотреть на зрелище, посмотреть на тебя не на грустную, а посмотреть, именно получить заряд энергии от тебя. И, естественно, ты выходишь, и хорошее настроение, оно просто прет от тебя и передается всем. А как вообще выглядит ваш среднестатистический поклонник, который приходит к вам? Ой, ну, очень разно. Кто это? Вы знаете, очень разно. Это и женщины, прежде всего, потому что мы поем всякую, или мы поем больше такую какую-то лирику. И мужчины, которые приходят со своими дамами посмотреть. Дамы иногда смотрят так с угрюмом. А каков процент женщин на ваших концертах? Каков процент женщин на ваших концертах? Практически 50 процентов. Нет, даже, может, 60. Может, даже больше, да. 60 где-то процентов. То есть женщин на ваши концерты приходят больше, чем мужчин? Нет, ну, вы понимаете, у нас есть красивые песни, которые пишут... Да, разные концерты, извините. Да, разные концерты. Разные концерты бывают. Вот, то есть, бывает концерт, когда приходит только практически молодежь, и каких-то 10 процентов уже люди в зрелом возрасте, взрослые как бы. Бывают концерты, когда очень мало женщин, много мужчин. То есть, это из-за казняки, например, если так уж говорить, кассовые, бывает много женщин приходит, там, мужчины, можно 50 на 50 разделить. Нельзя сказать вот четко, что столько-то мужчин, столько-то женщин и столько-то... У нас такой феномен иногда на концертах, что мы приходим, мы даже иногда сами смеемся, что мы выходим в зал, смотрят, стоят дети маленькие, значит, там, 6-7 лет, и нам подходят гримерки, говорят, вы знаете, привели, мы, они нас привели на концерт к вам. То есть, дети привели своих родителей, родители не хотели идти, так и остались, потом пришли взять автографию. Ну, без детей-то, правильно, не уйдут никуда. Никуда. Наташа, я тебе этот вопрос не задаю, потому что я думаю, что все прекрасно представляют твоего зрителя. Да, я думаю, что да. Так, я как раз хотел Наташу спросить... А я бы хотел спросить Капиталина Делового, что-нибудь спросить. Московские самолицы. Удивительные, феерические они. Я не знаю, что за дети к ним ходят на концерты. И совершенно, абсолютно не нужно им петь, просто им петь не нужно. Потому что свою состоятельность они доказывают телом, делают это просто потрясающе. Я, конечно, никогда в жизни бы не попала на их концерт, это понятно. Но мне случилось побывать на одном, как вы говорите, заказнике, где выступали помимо вас еще разные представители Рокопопса. Когда я увидела, я просто абсолютно искренне говорю, я чуть не упала с балкона. Потому что, ну, там настолько все... Вот. И, значит, в связи с этим я хочу задать вот какой вам вопрос. Откуда вот это вот все берется? В том смысле, что... Ну, просто же так, в общем-то, очень же сложно, да, наверное? Вы же не на улицах города Киева стояли, а к вам подошли дяденьки и предложили... Ну, вы же понимаете... Я не понимаю. Красота такая, нечеловеческая, отсюда берется. Вы, значит, прошли кастинги, да, насколько я понимаю? Вот, по моим каким-то ощущениям, перед кастингами было что-то еще. Вероятнее всего, это были стрит-бары города Киева. А вы что? Да. Потому что... А куда же еще... А куда же человек создал сплетни? На русском месте. Вы знаете, перед участием группы Виагра я закончила музыкальную школу на отличное. Я закончила школу с золотой медалью. Я учусь в университете культуры и искусств на четвертом курсе, да, на факультете режиссуры, а также актерском. И поэтому мне лично очень обидело то, что вы сказали. Извините, пожалуйста. Я участвовала перед этим 10 лет в Народном ансамбле Украины. Я уже обидел, стрит-бары это искусство, на самом деле. Наверное, да. Для русских это высокое искусство, на самом деле. Я с вами абсолютно согласна, что стриптиз это искусство. Хорошо. Но это не для нас. Мы не танцевали никогда в жизни стриптиз и никогда танцевать его не будем. Есть какие-то у нас табу, которых мы переходить не собираемся. То есть все вот это, это от природы? Я не возражаю того, что я, например, танцевала, но я не танцевала никакой стриптиз. Я танцевала в Народном коллективе, например. Я танцевала эстрадные танцы, я попробовала даже и балет. Но никогда стриптиз, у меня просто была одна граница, которую я никак не смогла перейти. Просто никак. Но я считаю, что стриптиз... Скажите мне, скажи мне, пожалуйста, а вот, то есть, ты пришла вот уже с тем, что дала тебе природа, да? Нет, вы понимаете, природа дает одно. Но если заниматься, заниматься с профессиональными людьми, заниматься с хореографами. С пластическими хирургами. Допустим. Вы знаете, счастья нету. Ты очень хороший специалист, таких пластических хирургов нету, которые бы из ничего сделали такое, что мы есть сейчас. Вы знаете, а если вас интересует, откуда же берется вот некая там, какой-то посыл, вот этот какой-то эротический... Куда берутся такие размеры, меня гораздо больше интересует, честно говоря, чем посылаем сюда. Мы благодарны своим родителям, наверное, за то, что вы оценили наши размеры. Я думаю, что, возможно, как-то им станет приятно. Хотя, если бы вы оценили больше наше творчество, им было бы гораздо приятнее. У нас на Украине у всех большие... Да, оставим. Это я, чтобы... Минутки. А вот... Мы не идти. У нас украинские девушки, вышедших из провинции, например. Да. Больших размеров. А вот все-таки, когда вы уже стали участницами, да, как бы поп-проекта, с вами какая-то была проведена дополнительная, как говорится, доработка-обработка, да? Да, я... Ну, знаете же, да, что там, допустим, углы сейчас очень модно заливать, вкачивать силикон, допустим. Нет, вы знаете, у нас все, у нас все естественное, все натуральное. На английском языке можно так сказать, боже-бороны. Чтобы нам что-нибудь с шприцами или не знаю, чем там вкачивают. Наверное, нам должно истить, что воспринимают, что у нас как-то там, что у нас силикон или еще что-то. Ведь люди, вот вроде все хорошо, да? Вроде музыка хорошая, красивые видео снимают, вроде бы все. Ну, что же сказать про них плохого? А, у нас силикон, девочки. Что же в этом плохого-то? Что в этом плохого, если мы естественные и натуральные? Нет ничего совершенно плохого. Я с вами абсолютно солидарна в том, что силиконовая грудь, это отлично. Нет уже у нас силиконовая грудь. В общем, это самый потрясающий, самый потрясающий, на самом деле, поп-продукт, который есть сейчас на нашей сцене. Вот абсолютно искренне это говорю, потому что смотреть на них, это невероятное удовольствие. А слушать, ну, совершенно не нужно их слушать. Потому что послушать можно другое великолепная картинка. Они действительно дивы, из них сумели сделать див. И если они такие еще и, к тому же, от природы, повезло их продюсерам. Аташ, заметьте, тебя мы от стриптизи вообще ничего не спрашиваем. Ну, я как бы не участвовала, не была... Ну, поэтому и не спрашивала. ...на замедленно, да, в шестах замечено. Все натурально, пока еще ничего не делала. Ни губы, ни здесь. А потом мне странно. Я понимаю, сидели бы немки какие-то такие все. Ну, у них как бы не блещут они красоты. Сидят украинские девчины. У них все нормально, все при них. Какие могут быть вопросы? Так никто же не пытается у них ничего отнимать. Так, спросили? Нет. Ну, приворот нам лишнего нужно сказать. Это о любимых вопросах. Знаете, есть люди, которые там задают ваши творческие планы. А люди, которые как бы не особо им там что-то хочется как-то подковырнуть в бот. Мы сейчас зададим вам вопрос, на который вы не ответите. Я знаю пару вопросов, на которые сложно ответить. Но я просто не могу в рамках программы об этом спрашивать. Это неправильно. Реклама на канале СТС. Завтра. В чем разница? Марлин Монро редко говорила о себе правду. Кстати, потому что была очень робкой и не очень везучей девушкой. Как это ни странно. Но однажды она сказала, что на праздниках жизни чувствует себя прокаженной. Мужчины не подходят к ней, потому что боятся своих жен. А женщина обсуждает ее ужасный характер в каждом углу. Кстати, ваша красота к тебе, Наташа, твоя красота никогда не усложняла тебе жизнь? Дело в том, что я как-то не считала себя красивым человеком. Ну, не знаю. Ты считаешь себя некрасивым человеком? Ну, я не считаю себя некрасивым. Ну, как-то вот, что касается внешних данных, я знаю, что гораздо есть эффектнее, интереснее во всех отношениях. Твоя известность, твоя, как бы, публичность, да? Ну, как-то не... я не могу сказать, так вот сказала Мэрилин Монро. Думаю, что ей было гораздо сложнее, потому что она действительно была очень эффектная женщина. Вот я не согласен. Вот мне она совсем не нравится, например. Ну, видишь... Вкусы не спорят. Ну, думаю, что она все-таки была эффектная женщина и, наверное, жены действительно... Особенно без грима она была эффектная. Извините. Ну, ты же ее не видел без грима. Видел. Где? На фотографии. Она же умерла давно. Зарство и не... Ну, фотографии-то вместе с ней не зарыли в могилу, правильно? Фотографии остались. Ну, мы все без грима, а как бы не фонтан может быть. Я хороший без грима. Да? Ну, ты мужчина, тебе проще. Ну, я думаю, что она все-таки была хорошенькой, ну, молодость. Давай будем рассматривать ее молодой. Восемь хорошо красная была, еще старая, в смысле... Все, тогда я не отвечаю на это вопрос. Ну, ответь, я же тебя спросил. Ей было сложнее, чем мне. Я себя чувствую более уверенной, более, как бы, проще, потому что я себя не считаю красавицей, и поэтому мне легче. А человек, когда, наверное, себя считает красивым, красивым, во всех отношениях, то ему сложнее. Все, ответила. Хорошо. Совершенно согласна. Потому что очень многие девушки... Не многие, но... А вы себя, извините, Надя, а вы себя считаете красивыми? Иногда. Это когда в гриме? Это когда в гриме, да. Знаете, ощущение красоты, наверное, дало мне участие в группе Виагра, потому что ранее как-то все так было... То есть я никогда не считала себя красивой, тоже, может быть, как Наташа, потому что я никогда не была, не пользовалась бешеной популярностью у мальчиков в школе. То есть я просто училась, занималась в народном ансамбле, и мне это как бы... Да, черта такая, мальчикам нужна целая ликвид. Да, да, отличница, боже, это вообще не идеал мужчины в 13 лет, наверное. И все-таки, когда сейчас уже я участвую и вижу, что я там желанна, то, наверное, только сейчас ко мне пришло это ощущение того, что ты нравишься по-настоящему, что ты можешь быть... Ощущение может быть какой-то некой дивы, который ты на сцене. И я очень благодарна, потому что я по-настоящему ощущаю себя женщиной сейчас. И только по-настоящему нашла себя здесь. Хорошо, тогда опять повторяю, ощущение женственности и красоты не мешает вам, опять же, известность ваша? Но в Украине она, наверное, еще больше, чем в России, я так понимаю. Наверное, этим нужно уметь пользоваться и как-то уклоняться от тех желаний мужчин. Как-то сблизиться или что-то сказать. Я, например, с 9 лет на меня обращают внимание мужчины, так как я ребенок, который быстро развивался, стремительно, мои формы и так дальше. Мне, как ребенку, в то время было просто непонятно, что эти мужчины, тем более взрослые мужчины, не мальчики, которые там смеялись с тебя, а взрослые мужчины, которые смотрят и какие-то возгласы проют. Почему мальчики смеялись? А мальчикам смешно было. Что? Да, конечно. Мальчикам было смешно, им непонятно, что же это такое большое. А мужчинам, наоборот, конечно, они пытались с тобой как-то и познакомиться и так дальше. Поэтому у меня в то время какой-то комплекс даже возник. Сейчас я себя совершенно чувствую человеком в своей тарелке, хорошо себя чувствую. И могу, например, без всяких стеснений показать то, что мне дала природа. Наташа, смотри, вот, наверное, есть куча девушек молоденьких, которые пытаются тебе подражать, да, каким-то образом, увидев тебя по телевизору, какую-то прическу, там, не знаю, бантики, там, или что-нибудь, платьица. Ты сама подражала кому-то? Нет. Есть у тебя такие девушки-кумиры? Не подражала. Не знаю почему, в принципе, в маленьком возрасте, наверное, все кому-то подражают или хотят быть похожим на какую-то там артистку из телевизора. Нет, я любила слушать песни и петь песни в то время и сейчас, слава богу, ныне здравствующих известных артистах нашей эстрады. Но подражать никогда не хотела. Ну, видимо, у меня такой характер, я вот такая индивидуальная. Я никогда не любила пионерские лагеря, всевозможные садики, потому что я, как бы, чувствовала себя вот в этой общей массе, и тем самым я понимала, что, ну, она на меня давила. Я должна была обязательно выделяться. Ну, могла стать специально совета дружины, например. Да была я, кем я только не была. Ну, естественно, я выделялась кем угодно образом. Поэтому подражательство это было не в моем стиле. Потому что я понимала даже тогда, что я становлюсь похожей на какого-то человека, который уже есть. Ну, я же это я. Ну, я, собственно, не сомневаюсь. У вас были какие-то девушки-кумиры? Девушки-кумиры. Особо не было. Бывало, вот ты смотришь на какую-то девушку, ты видишь, как она себя держит, манера поведения. И ты пыталась как-то взять что-то себе, что ты видишь, что это правильно, и ты пытаешься вложить в себя эту частичку правильного, что потом стать, может быть, лучше. Я что-то не понимаю, видимо. Я вот всю программу встаю, слушаю и что-то не понимаю. То есть все вы такие хорошие, такие, значит, силикон вы себе не вставляете. Значит, вот это все, что на экране происходит, это вы делаете только ради того, чтобы в самим удовольствие получить. И другим ставить. И другим. Но изначально группа называется Виагра. Да. Как бы группа... Вокальный инструментальный ансамбль. Грабли. Грабли. Гра, это на украинском языке. Гра. А что такое игра? Гра, игра. Гра. Слушайте, ну что, за идиотов ли здесь? Ладно. Боже упаси, ну что вы? Кто придумал это название, скажите? Наши продюсеры. Наши продюсеры. И они вам сказали, что это вокальный инструментальный ансамбль Игра. Игра. Он сам именно привез сюда. И вы свято в это верите. Почему верим? Мы убеждены просто, что это так. То есть вот так и есть. А потому что я еще расскажу, если вы не... У нас вокальный инструментальный ансамбль, потому что у нас есть вокальная часть коллектива, а также инструментальная гитариста-клавишня, которая ездит с нами на концерт. Вот. Садись. Ты устал. Да я устал, но слово. Присядь, присядь. Надо уже отдохнуть. Печь с головой, бурят. Слышал, что говорят? Виа, грамот. Давай, Роман, садись. Ну все грамотно, все придумано супер. Я думаю, они... Ну да, в общем да. А как у тебя с девушками отношения в шоу-бизнесе? Ну ты же знаешь, я по мальчику. В шоу-бизнесе с другими женщинами у тебя как? Да нормально. Я просто очень много лет уже в шоу-бизнесе, и на меня уже не реагируют. Не смотрят уже. Уже не реагируют. Я уже старенькая. Смотрят на молодых, вновь прибывших. А я уже все. Да ладно, что ты наговариваешь. И все-таки я бы хотел у наших гостей спросить, что же такое имидж артиста? Это все-таки атака на зрителя, да? Или самовыражение какое-то вот так? Как по мне, то это самовыражение, естественно. У нас единственная возможность, у эстрадных артистов, выродить себя в чем? Ну в каком-то вот видеоролике. Представить себя там в роли такой или другой. А так, что ты делаешь для людей? Почему вы исключаете фактор зрителя вообще напрочь? Нет, 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 минутку. Конечно, естественно, не исключаем. Там, естественно, закладывается определенный процент зрительского внимания к твоей персоне. Именно в этом видеоряде. Потому что все равно они понимают, что я не могу быть блондинкой. Я брюнетка уже много лет. Значит, если я выгляжу блондинкой, значит, они рассуждают. Это что? Это парик? Или может она покрасилась? Это как бы определенный какой-то разговор, который возникает на кухне, когда тетя Маша с тетей Дуся смотрят этот ролик. Вот и все. А мы таким образом смотрим на другое место. Понял. Вопрос вам, как же самый. Наверное... Атака это все-таки или защита, может быть? Нет, ни в коем случае защита. То есть атака. Может быть, 50 на 50. То, что мы пытаемся нести, я не знаю, назвать ли это имиджем или каким-то неким стилем, или образом жизни, или образом мысли человека, который это все подает. Это все вместе. И, наверное, это то, чем артист хочет жить и чем живет в тот момент. Наверное, если он живет тем, что он сексуален, он преподносит себя, значит, он такого, значит, такого его сейчас имидж. Скорее всего, все-таки это самовыражение, я так думаю. Да, безусловно. Потому что уже публика знает артистов, какой имидж. То есть этот имидж поддерживается во всех, и в роликах, и в концертах. И видно, что он чуть-чуть изменяется для разнообразия, можно так сказать. Спасибо всем нашим гостям. Я, честно говоря, для себя так и не понял, что же такое имидж. Я понял только, зачем он нужен, да? Может быть, собственно говоря, это не особенно и важно. Я надеюсь, что наша беседа была интересной. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok